Продолжение следует... И вот сегодняшний день с точки зрения погоды я бы назвал, наверное, просто идеальным. Почему? Потому что сейчас где-то 20 градусов. Ну, где-то шумит ветерок в соснах, но все еще есть зелень, которая меня скрывает от любопытных взглядов. Плюс мне ни холодно, ни жарко. Я совершенно себя комфортно чувствую в футболке. Особо не донимают. Вот подлетели, познакомятся комары, ну и дальше улетели. То есть особо не донимают ни мошкара, ни комары. Поэтому вот, наверное, это еще не та звенящая осень. Но это очень кайфово с точки зрения именно вот так вот. Я прям чувствую максимальный, можно сказать, комфорт. Omniform Syncat. Тот самый кухонник, назовем это так. 10 мм сезалевая веревочка. Опа! Вне, еще раз повторюсь, мне приходится повторяться, потому что, возможно, вы предыдущие ролики не смотрели. Еще раз повторюсь, что конкретно сегодня у меня задача максимально сохранить локти и запястья. И я, да, я прибегаю к читингу, я стараюсь все делать максимально аккуратно. И при, вот, при всем при том, что я подсаживал кромку на веревку, рез очень чистый. Вообще сегодня как-то все, тьфу-тьфу, молодцы. Надеюсь, надеюсь, руки будут целые и все остальное тоже. Поехали. Так, что ты скажешь? Да что у меня сегодня такая какая-то прям откровенно скользота? Неудобно. Неудобно. Так, конечно, может быть меньше будет эстетики, но зато есть шанс, что не будет скользить. О, другое дело. Другое дело. Так. Ну, в один проход, вот так вот именно, почти под 90 градусов, получается, ребята, я вам честно скажу, только если я какие-то делаю прям откровенно судорожные движения. То есть какого-то, ну, все получилось чисто и так далее, но это не было так, что я лайтово только прикоснулся и у меня веревочка сама, сама по себе там нарезается, сама по себе распадается. Нет, здесь действительно силу пришлось применить. Возвращаясь, кстати говоря, тут на предыдущих ножах, я начал поднимать разговор о том, что мне когда написали, так, березонька норвежская, написали, что, слушай, а где ты возьмешь в лесу там поленье и прочее? Я действительно считаю, что было бы здорово, если бы человек, который там выходит в лес, он бы приготовился, ему не нужны были бы поленья. Но с другой стороны, понимаете, вот видите, да, все по красоте срезается. Ох ты ж, как на камень. Ну, посмотрим, что там будет с кромкой, как на камень буквально. Так вот, фишка вся в чем? Фишка в том, что сами по себе тесты, ну, это, блин, я не знаю, ребят, это какой-то определенный набор движений. Вы видите, что я пытаюсь, стараюсь специально делать одно и то же разными ножами. Почему? Чтобы была стандартизация, чтобы я мог, отработав, там, я не знаю, сотни и другой ножей, уже проводить какие-то сравнения, делать какие-то свои выводы, правильно? Опять же, вот красиво не получается, мы просто сейчас строгаем. Но по факту, ножи-то складные, вот эту вот данную, даже это не лопатчика, это просто, будем считать, такая, именно тестовая, тестовая такая вот заготовочка. Но ножи-то складные и получается. Так вот, к чему моя мысль? К тому, что когда я прихожу, у меня здесь пять ножей. И худо-бедно, не то чтобы я прям сильно куда-то торопился, но у меня все равно какой-никакой регламент. У меня еще помимо вот этой поляны есть вся остальная моя жизнь, в которую нужно пойти и немного пожить. То есть, как-то встретить младшего научного сотрудника со школы, там, организоваться, сделать какие-то свои дела, там, пятое, десятое, туда-сюда. То есть, у меня сегодня свободный день, я наслаждаюсь. И как раз-таки вот эти тесты, это действительно, я же делаю не для того, чтобы там, знаете, как-то разрекламировать именно синкат. По большому счету, мне нравится, что CVV и синкату нравятся, даже иногда Winnipe нравится то, что я делаю, они мне присылают ножи. При этом их особо не парит, там, что я о них говорю. И в этом плане для меня, в первую очередь, я это делаю, в первую очередь, реально для себя, любимого. Почему? Потому что мне это интересно. Это действительно вот мое увлечение. Я увлечен этим. Плюс, я худо-бедно, наверное, кому-то еще даю какую-то, какую-никакую, полезную информацию о ножах в интернете. И это очень здорово. То есть, я не претендую, там, на лавры того же самого, там, например, Винни-Нула, там, или еще кого-то. Нет, я просто делаю, потому что мне это в кайф. Мне это нравится. Это никаким образом, там, не коммерческое занятие, это не для каких-то денег. Потому что я несколько раз говорил и повторюсь, что если бы мне нужно было бы это делать для денег, я бы снимал что угодно, но точно не ножи. Это очень узкая такая специфика. Подписчиков не так много. Просмотров там на уличные тесты. Вообще, сгулькингхер там набираются, в лучшем случае, до тысячи просмотров. И, то есть, по большому счету, что я сейчас делаю? Я просто кайфую. Мне самому интересно, мне самому прикольно. Плюс, там, 800-900 тысяч человек посмотрят, как этот нож работает там на каких-то деревяшках. В данном случае, на оливке. Но, если предположить, что в реальной ситуации, где-то там, в лесу, мне понадобится, действительно, то есть, я не взял с собой что-то. Вот мы сейчас с Сергеем Верботом ходили, когда, ну, там у нас было две вылазки, назовем это так. Я бы не назвал это прям походами. И он просто подофигел от уровня моей подготовленности с точки зрения, что у меня все с собой просто. Вот моя сумка-гараж, у меня есть отдельное видео по ней. Там есть практически все. Плюс два рюкзака для съеба. На всякий случай собрано. Там все посерьезнее, там фильтр, там и так далее, и так далее. Вот. Но если мне при всем при этом нужна будет какая-то ложечка, там, прищепочка, блин, я не знаю, там, лопаточка на природе, действительно, она мне понадобится. Потому что, поверьте, я и без заготовки наверняка найду материал и ее вырежу. И если у меня будет запас по времени, она еще и получится довольно такая неплохая. Строгание. Абсолютно нормально. Абсолютно хорошо построгал. Так. Кокосинг. Все-таки у нас биофаза прошел без кокосинга, но это не значит, что все будут так халявничать. Нет. Не зря же я кокос принес. Тем более, где-то в далекой-далекой отсюда, Латвии, скучает Валентинс, который без кокосинга вообще тесты не акцептирует. Причем, блин, я на всякий случай все-таки скажу. Тут как-то один раз бедный Валя получил порцию проклятий каких-то. На самом деле я шучу. Валентинс терпеть не может кокосинг. Он считает это варварством. Я с ним согласен. Звук слышите, да? Ну, кто вот так вот свой возьмет любимый нож и с таким звуком будет расковыривать скорлупу кокоса? Мало кто наверняка. Так, причем самое интересное, что живучий оказался. Живучий оказался, действительно. Живой, живой остался. Бумажка. 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 Так. На чем у меня, интересно, намок блокнот? Блин, что здесь произошло? Что у меня здесь разлилось? Что у меня блокнот собака намок. Это, ну вот, вообще не прикольно. Сегодня все молодцы. Сегодня всем пятерку. Третий уже нож, который абсолютно чисто разрезает тестовый блокнотный лист. А вы помните в прошлый раз, как все косячили? В прошлый тестовый день, какой здесь творился просто пипец. Вот, раз на раз не приходится. А может, сегодня просто рука немножко полегче. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok